Друзья, сегодня уже ярко светит солнце, последний снег практически растаял, и настолько весеннее настроение, что мы чувствуем приближение нашего май. И, конечно, с ним, естественно, самого нашего любимого фестиваля, Джазмай, который на сегодняшний день объединяет огромное количество поклонников, участников. И настолько выросло это количество, что каждый год оно в разы увеличивается. По сравнению с первым Джазмаем, который собрал огромное количество участников, где-то около трех тысяч человек, то Джазмай 2016 года уже увеличил это количество на 10 тысяч человек. Представляете, какие масштабы в разрезе нашего города и Пензенской области. Это говорит о том, что он пользуется не просто успехом и популярностью, что он объединяет вокруг себя людей по интересам, и Джаз распространяется на другие виды искусства. Он уже впитывает в себя и изобразительное искусство, и хореографическое искусство. В прошлом году, вот не зря мы сейчас в органном зале с вами находимся, Джаз исполнялся на нашем органе. А какие удивительные вещи будут происходить в Джазмай 2017, мы попросим рассказать Олегу Рупцову. Да, ну, в общем-то, вот эта статистика… Я с осторожностью отношусь к тому, чтобы какие-то статистические показатели, значит, приводить в отношении культурных событий Татьяна Владимировна. Но Татьяна Владимировна начала уже, поэтому я не могу не поддержать. Если в прошлом году мы говорили о том, что участниками Джазмая стали впервые музыканты из четырех стран, то в этом году их количество, количество этих стран увеличивается до шести. То есть это, в общем-то, не самоцель, потому что количество, разумеется, не всегда означает качество, но в данном случае совершенно уверенно мы можем говорить о том, что за качество мы тут тоже можем ответить. Более того, это, в общем, такая реплика, может быть, от меня, как от человека, который занимается программой фестиваля. На протяжении всех предыдущих лет, откровенно говоря, был как минимум… Ну, не как минимум, обычно был один такой дежурный проходной сет, который мы вставляли в программу по причине того, что это, ну, какие-то удобные условия, значит, на какие-то удобные условия удалось договориться с музыкантами. Где-то это просто какие-то дружеские отношения там с некоторыми коллективами, вот, и за которые мне было, ну, не то что стыдно, но которые я, быть может, заменил бы на что-то другое. Вот в этом году совершенно точно могу сказать, что проходных сетов не будет вообще. То есть это просто программа, которую удалось собрать в этом году, она совершенно невероятная, не со всеми удалось договориться. То есть я… Ну, о неудачах, наверное, не стоит и не принято, да, потому что судить-то все равно будут по тому, кто приедет. Но я просто могу сказать, что действительно переговоры в этом году велись с легендарными джазменами. И все-таки, учитывая, что эти переговоры велись и что они чуть было не завершились нашей победой, скажем так, я надеюсь, что в следующем году мы еще сильнее поднимем планку фестиваля. Ну вот, но тем не менее, в этом году у нас несколько премьер на фестивале. Свою пластинку представляет Алина Ростоцкая, одна из самых прогрессивных, самых заметных московских джазовых певиц. Ее ансамбль «Джазмобиль» — это действительно европейского уровня коллектив, и это, собственно, сейчас отмечают на всех фестивалях. И критики, значит, и ее коллеги. Она представит свою пластинку «Флоу», которая вышла в прошлом году на лейбле Игоря Бутмана и стала одним из самых заметных событий в истории российского джаза за прошлый год, во всяком случае. Это затем будет программа совсем свежая, она всего пару недель назад была презентована, программа в стиле фьюжн. Фьюжн у нас вообще на фестивале не звучал, за исключением выступления Сергея Чепенко давным-давно, в 2011 году. Этот жанр, который является одним из магистральных для современной импровизационной музыки, он у нас так получалось, что он из программы выпадал. Вот в этом году мы этот недочет исправляем, и к нам приедет сумасшедший совершенно интернациональный состав. Вообще, ну, собран он на основе венгерских музыкантов, венгерских инструменталистов. В него также войдут грандиозный просто французский барабанщик Николя Викаро, который, ну, действительно, один из самых известных и самых знаменитых фанковых барабанщиков мира на сегодняшний день. Вот он и наш соотечественник Атон Давидянс, бас-гитарист, тоже очень известный, они представят такую энергичную драйвовую фьюжн-фанк-джаз-рок программу коллектива под названием «Электрик Шок». Затем, для тех, кто, может быть, выпадает несколько из джазового контекста, но следит за тем, что хорошего происходит, в принципе, в отечественной поп-музыке, скажем, ну, в том числе посредством телепроекта «Голос». Их можем тоже порадовать, поскольку в этом году участницей фестиваля станет Мариам Мирабова, наша российская джаз-дива, одна из, действительно, звезд телепроекта «Голос» третьего сезона. Она тогда покорила всех, заявила о себе, в первую очередь, широкой аудиторией исполнением баллады «Джорджа Он Май Майнд» из репертуара Рэя Чарльза. И потом вошла в команду Леонида Агусина, очень далеко продвинулась. То есть, ну, это вот для любителей такого, что называется, глубокого, чувственного, низкого, что называется, черного вокала. Вот. Она, несмотря на то, что она активно со своим мужем Арменом Мирабовым продвигает исполнение джаза именно на русском языке, что, опять же, является отличительной особенностью этого исполнителя, она вот обладает вот этим самым негритянским тембром, который особенно любят, может быть, пенецкие слушатели. Вот. Ну, и замечательная совершенно находка, фортепианное трио «Doc in Absolute». Ну, я даже не знаю, что про них можно сказать, вот так, чтобы сразу взять и зацепить. Это просто прекрасная, невероятно трогательная, мелодичная музыка из самого сердца Европы. Так получается, что Королевство Люксембурга, в общем, находится на перекрестке таких музыкальных ветров, музыкальных потоков. Там музыкантов, в общем-то, немного своих, поскольку королевство само по себе небольшое. Поэтому им приходится сотрудничать с коллегами из Бельгии, из Швеции, из Швейцарии, Франции, Германии и так далее, и так далее. То есть Люксембург на данный момент это, в общем, такой плавильный котел, где переплавляются все возможные джазовые традиции, по крайней мере, в Европе существующие. И вот команда из Королевства Люксембурга при поддержке, собственно, Министерства иностранных дел Королевства Люксембурга, при поддержке Департамента музыкального экспорта Королевства Люксембурга, вот они приезжают к нам на фестиваль. Это большая удача, они презентуют свою пластинку, которая, если не ошибаюсь, вот в апреле только-только ее релиз, собственно, происходит. То есть, опять же, совершенно свежий материал нам представят. И, безусловно, хотелось бы особо отметить участие Дина Де Рус, замечательной пианистки, замечательной певицы, которая выйдет на сцену фестиваля в день его открытия. С ней вместе выйдет трубач. Она трижды номинировалась на премию Грэмми, у нее 9 собственных альбомов, сотрудничество с лучшими джазовыми артистами мира. И помогать ей будут испанский трубач Рейнольд Колом. И, что интересно, Яков Окунь, мультиинструменталист, который приезжал к нам в Пензу со своим составом в 2014 году, тогда он приезжал в качестве пианиста, и он, собственно, является продолжателем вот этой пианистической династии. Но в данном случае он выступит в качестве барабанщика. То есть, тоже одно из интересных таких его амплуа. Он является одним из самых, скажем, таких чутких и бережных исполнителей традиционного джаза на барабанах на российской сцене. Поэтому интересный очень такой будет, я думаю, сет. И, в принципе, возможны сюрпризы. Сейчас очень надеемся, что технически окажется возможным исполнение нескольких пьес в рамках этого выступления на двух роялях. То есть, возможно, Яков Окунь и Дина Де Роуз исполнят еще и в таком необычном для Пенза формате несколько вещей. Это вот что касается, собственно, музыкальной программы. Ну, безусловно, Экспресс-бенд под управлением Юрия Белоногова — это, собственно, полноценные хозяева площадки, это замечательного уровня музыканты, благодаря которым, насколько я понимаю, технически оказывается возможным проведение джаз-фестиваля в принципе под, скажем, сенью Пензо-концерта и киноконцертного зала Пенза, поскольку это наш филармонический джазовый коллектив, который поддерживает вот эту давнюю пензенскую джазовую традицию, что касается программы. Из отдельных, скажем, таких моментов, которые, может быть, не связаны напрямую с концертной составляющей, это некая такая школа джазового вокала, которую мы впервые запускаем в этом году. Эта задумка как бы проистекает из, собственно, состава участников, поскольку целых три действительно выдающихся певицы у нас в этом году в программе заявлены. Это Дин Де Роуз, Алина Ростовская и Мариам Мирабова. Каждая из них является действующим преподавателем. Мариам Мирабова преподает в школе Аллы Пугачевой, ну и имеет также большое число учеников-последователей. Дин Де Роуз является профессором нескольких европейских и американских университетов, является, если не ошибаюсь, заведующим кафедры джазового вокала одного из австрийских университетов. Все они являются популяризаторами джаза как такового и популяризаторами правильного подхода к вокалу, в принципе, и к джазовому вокалу в том числе. И, соответственно, каждый из них, выступая в отдельный день, предварительно проведет мастер-класс для пензских вокалистов. Мне кажется, это будет очень интересное такое погружение. Скажи, как туда можно записаться? Ну, записаться туда, я думаю, как технически туда записаться желающим, мы в ближайшее время в соцсетях эту информацию как бы озвучим. Ну и, наверное, может быть, какой-то отдельный пресс-релиз по этому поводу выпустим. Потому что технически как бы не до конца еще проработано, просто важным является то обстоятельство, что можно три разных подхода к обучению, три разных подхода, в принципе, к вокалу, к звукоизвлечению, к работе с песенным материалом можно будет проследить. На самом деле это уникальная история. Ну и поскольку до фестиваля все-таки еще некоторое время остается, я не могу исключать из того, что вот то, что я сообщил о музыкальной составляющей, как бы это далеко не полная информация, потому что сейчас есть еще, ну как бы подвешено еще некоторое количество перспективных переговоров, которые, если вдруг какие-то дополнительные средства мы изыщем и возможности, то будут реализованы еще очень интересные как бы истории. Чтобы все это в три дня можно было уложить. Ну да, у нас традиционно с этим проблемы. И в прошлом году тоже очень была насыщенная программа. И действительно была, мне кажется, такая... Был соблазн для значительной части аудитории там разорваться на несколько частей и присутствовать везде сразу, потому что, ну действительно, помимо, собственно, концертов, которые, безусловно, представляют интересы, ценности сами по себе, еще и вот эти вот дополнительные вещи, связанные с мастер-классами там и прочим, они, естественно, тоже программу расширяют.